Очень много леммингов. Именно ночью у них ночная активность очень сильная. Они бегали через дорогу, либо просто они высовывались из нор и пищали очень громко. В какой-то момент мы уже устали от них. Они нам настолько надеялись, что у нас возникла мысль, что они над нами просто издеваются. У нас возникла мысль, что они наспор перебегают на дорогу. Мы не ели таблеток. Таблеток мы не ели и ничего не употребляли. Мы решили, что лемминги сговорились и издеваются над нами. Они специально перебегают перед нами дорогу. Кто быстрее, кто круче. А все остальные сидят на трибунах и пищат. Там влетел между колес, пробежал такой 10 секунд. Честь! Выбежал, довезем. Там вот как они кричат. Есть еще какие-нибудь истории? Вспомнишь? Как мороженое мы ели. Мороженое? Было много мороженое, но видно, что не зрело. Видно, что прошли перед нами и собрали детей с пустых машин. Ребята городские из Москвы, из Питера, они не знают, что такое зрело. Но что они решили попробовать. Здрасте, не знаю. А кто показывал зрелое мороженое? Я зрелое выбирал потом. А вот Федик говорил, что он на этапе карасек, который в тумане там тебе мережит. Что, не, а глюны после 18-го часа начались? Нет, я очень часто слышал. Кто-то рядом бежал. Кто-то выглядывал из-за камня. Ну, кто-то на горизонте уезжал. Ну, это нормально. Это, наверное, воображение рисует соперников, которых пытались догонять. И они кажутся, вот они, вот они, вот они, вот они. И постоянно слышишь, ага, вот они. Назад хлоп. А там тоже вроде кто-то движется. И это, ну, это все. Бывает, слышишь голоса, оборачиваешься, спрашиваешь. А что мы говорим? Нет, а там ничего нет. Вот это все из-за того, что этапы довольно длинные. Не только по километражу, но и по времени в основном. Потому что были участки, где скорость падала до 5 км в час. Средние, там, 6 к 4 км в часу, да. Что-то спало. Все растягивалось очень сильно. А еще это было, наверное, в первых 2 дня, когда этапы длинные. До сна тоже очень много. И дождь, туман. Очень сложные погодные условия для нас. Поэтому вот такие происходили... Ну, не видения. Это от того, что мы очень долго не были в каком-то обществе людей. Мы молча шли, ехали, долго работали, преодолевали какие-то сложности. Да, правда. Ты после 1-2 часов, когда вышел, тебе неприятно было людей видеть? Конечно, неприятно. Ну, после 11 часов. Мозг нужен сон, потому что слишком много информации накапливается. И без сна, мы просто мозг начинает отключаться. И когда вот первый сон, да и второй сон, мы ехали почти 20 часов. Перед первым и вторым сном. И это было самое последнее время. По 20 часов. Да, по 20 часов. Это было очень критичное время. И когда вот ты реально уже едешь почти в полусне, скажем. Но потом, до третьего сна было 12 часов. И мы выспались и чувствовали себя намного лучше после третьего сна. И оказалось бы, это уже прошло очень много километров. Около 500. Которая бы давно накопится сильная усталость. Но от того, что маленький... Ну, маленький. Ну, 12 часов мы все равно. Поменьше было. 12 часов мы с нами. Между 20. Да, мы проснулись очень свежими. Свежими мы снаемся перед последним днем гоночным. Сначала мерилось все километрами, а потом все мерилось часами. Нет, потому что потом километры стали в два раза длиннее. А то, что вот здесь светло, 24 часа, как это на вас влияло? Полностью перестроилась работа организма. Организм перестал воспринимать время суток. Как вот день, ночь, утро, вечер. Вот как мы проснулись после сна трехчасового, у нас наступало утро. На последний день у нас с Денисом утро наступило 22 часа вечера. Когда обычные люди приходят домой, ложатся спать. А у нас в то время наступило утро. Правда, мы поехали в гору, там солнышко засветило вдруг в 3 часа ночи. В 3 часа ночи по времени. А по нашему времени это было там часов 9 утра, как мы как будто стартовали. Очень сильно изгиблились. Также вот иду от домика, где вы легли спать. Перебегают дети дорогу такие с полотенцами. Я такой, о, умывались, да, сколько? Часиков 6, 7, на рыбалку сейчас пойдут. 9 вечера. Нормально. Ну это на самом деле полярный день, это идеальное время для проведения таких многодневных гонок. Очень жалко, что не увидели ночного вот этого солнца низкого. Кто-то не увидел, кто-то видел. Мы видели. Какого, ночного? Восход. Над горой поднимают. Вот первые лучи солнца. И ты их еще не видишь, ты видишь облака, которые краснеют. Они наливаются красным светом. Это мы видели. На восходе-то как-то того же нет. Солнце не заходит. Оно просто за горой было. Оно просто за горой было. А вот так, чтобы солнце проходило и все время не садилось, цикличность вот эта была. Жалко, что вот этого не было, но погодные условия не предоставили такой возможности. Конечно, это вот с...